огромный двигатель я не знаю каких годов он и от чего главное тут не провалиться привет друзья сегодня я веду репортаж из очень интересного места это место очень мне нравится конечно не этот который за моей спиной а вот это старая заброшенная мельница еще до революционных годов примерно полтора года назад зимой 19 года здесь снимал один из первых роликов на свой канал тогда у меня еще была стрёмная камера плохой звук все было дерган и поэтому сегодня решил снять здесь еще один ролик к тому же у нас сегодня в городе везде идут дожди и я решил что здесь то место где можно снять фильм несмотря ни на что так как вам хочется видеть мои фильмы каждый день приходится каждый ездить и снимать и радовать вас новыми интересными фильмами новыми интересными историями вот сегодня приехал село в узлом районе здесь немножко все подгорело вот такой такой твит лунной поверхности все выжжено грязно прошел дождь сейчас немножко помесим грязь зайдем в эту мельницу и посмотрим остались ли там старинные станки которые там я раньше видел потому что таких станков уже мне кажется в россии невозможно где-то увидеть когда зимой я пробирался через это окно похоже придется и сейчас это же делать все на месте станки не разобрали к счастью огромный двигатель я не знаю каких годов он и от чего кто знает обязательно пишите расскажите что за движок просто огромный какие-то номера здесь видны конечно ничего не говорят хотел здесь какой-то номер грязный так здесь крыша обвалился вот нам надо пробраться туда каким-то способом интересное местечко интересно оказаться здесь еще раз все видно дверь у нас все-таки можно пробраться потолк здесь обрушился сейчас конечно здесь поинтересней нежели зимой когда здесь снимал главное тут не провалиться в общем радует что станки на месте значит увидим сейчас все что здесь раньше интересное было замочки навесы старинные все старое древнее такое ощущение как будто заходишь какой-то в древний мир обалдеть приношение что опять оказался на машине времени вернее с помощью машина время оказался прошлом как тут все еще не сдали на металлолома я просто удивляюсь с такие станки тут древние все на месте древние все Практически все на месте, а ну вот здесь вход, еще один свободный. Ручеек. Красота. Ух ты, у нас тут даже документики есть. Паспорт сепаратора зерночистительного. Еще один вентилятор. В общем, вот он, этот раритетный станок. Акционерное общество Эльворте, Елизаветград. Становы сделаны на Украине. Вот даже шильдик остался. Номер 4915. Обалдеть, как металлон такой не сдали. Я просто в шоке. Надо просто сказать огромное спасибо собственнику или тем людям, которые владеют этим зданием, которые не дали раздербанить эти станки. Настоящая ковная дверь. Так, ладно, попозже-то сходим. Сейчас здесь посмотрим еще все. Я не помню, может еще какой-то старинный замок есть. А кстати, вот тоже Украинская СССР. Житомирский облсполком. Обозный завод. Житомир. Обалдеть. Какой год? 1060. В общем, какой-то 60 с чем-то год. Интересно, почему эти танки сделаны на Украине? И дореволюционные, и царского периода. Интересно. Прямо. Да. Вот я думаю, здесь бы вообще шикарный деревенский музей мог получиться бы. Жалко, никто не берется. Настоящий экспонат для музея. Что у нас здесь? Да, это выход у нас. Да, попозже мы поднимемся наверх по этой лестнице. Посмотрим, что здесь. Так, вот сюда тогда я не выходил. Потому что здесь ничего интересного. Здесь гараж был. Даже весы. Старые остались. Обалдеть. Красота. Что у нас тут за каморочка. Кто у нас тут сидел? Какой-нибудь приемщик. Ну ладно, зайдем. Посмотрим. Ничего интересного. Чертачок. Интересно. Даже внутри помещения так вот красиво делали дощечки. Украшали свое место работы. Так, спустимся в подвал. Здесь, похоже, затапливало все. Так, вот вход центральный у нас получается в подвал. Огромный у нас вал тут. Колесики, блин. Раньше пыхтели тух-тух-тух. Самое огромное колесо фортуны. Здесь, похоже, вал все-таки какой-то утащили. Один. А, или вот он лежит. Интересно. Деталька огромная. Что-то здесь поломалось, похоже. На такое же колесо было просто обломанное. Решетки. Красотища раньше была. Изоляторы, мне кажется, даже вот эти старинные. Кто знает, напишите. Пойдем наверх по этой чудной лесенке. Что, мы на втором этаже. Тоже старый вал стоит. Обалдеть. Я хоть и был здесь полтора года назад, до сих пор в шоке. Все это вижу и не верю своим глазам. Мне не верится, что это все можно увидеть своими глазами спустя сотни лет. Красота. Как в подводных лодках, торпедные отсеки закрывались. У нас вот вентилятор тоже житомирский. Полностью все поставки с Украины. Картонка. Интересно, кто-нибудь этот фильм из Житомира смотрит. Книга. Жалобы и предложений. Это уже советского периода. Как-то ее так неосторожно поставили. Ух ты, какой у нас тут. Багор. Да, но фильм был про мой музей. Я Багор назвал Когром. Когор оговорился. Теперь долго думаю, прежде чем сказать. Огромная палка, конечно. Все чисто сухое. Такой бы музей получился здесь. Шикарный просто. Ух ты, бочка какая. Из чего сделан из фонари что ли? Прикольно. Что за бункер тут? Вот еще один багор. Интересно, почему у них у всех палки кривые. Неужели ровных не было? Что у нас здесь было интересно? Видомость какая-то. Ух ты, вот она столичная. Закрытие обмывали, наверное. 54-й год. 70-й. Ну что, пойдем на третий этаж. Если считать подвал, то это четвертый этаж уже получается. Крыша, чердак также. Дверь старая, железная. Вот здесь все живое. Так, что-то здесь я помню. Какой-то станок тоже был должен. Старый, дореволюционный. Посмотрим. Интересно, что это за штучки такие сложные. Сложные. Сколько приводов здесь на ремнях. Лабиринт прям станков. Ставропольский край. Сполком. Краевое управление местной промышленности. Завод металлоизделий. Город Ставрополь. Год выпуска. 1900 не видно. 1961 выбит. Я вообще просто кайфую. Какой-то противовес. Каталок монтажных чертежей. Агрегатные в лицевой мельнице. Утащили шпионы, наверное. Американцам продали. Так. Это у нас уже самый верхний этаж. Сюда я не поднимался в тот раз. Если я упаду, то фильмы сегодня вы не увидите. Так. Лучше по балке пойду. Очень хочется, чтобы вы фильмы видели. Ну вот и все. Закончилась у нас мельница вот этим чердаком. Радует, что крыша сухая, не протекает. А это значит, этому зданию еще долго стоять и радовать любителей истории. Конечно, чуть-чуть текет, но не критично. Ну что, друзья, на этом закончу коротенький репортаж из этой старинной мельницы. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк. И как всегда, делитесь своими эмоциями и ощущениями. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok